Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ситуация сложная для меня, я в браке, но на текущий момент мужа разлюбила. Около года назад я встретился с своей первой любовью, у нас закрутился роман, не сразу, но случилась измена, для этого мне было тяжело. На тот момент он был влюблен в меня, говорил про что-то серьезное, про отношения, этим растопил мое сердце. Мои чувства зрели дольше и переросли в любовь, потом за работу вернулся муж, и мы не виделись несколько месяцев, все это время общались по переписке. Сейчас есть возможность увидеться снова, но я чувствую, что уже нет у него влюбленности и уж тем более любви. Ощущения обмана, сожаления и огромные ошибки, будто меня использовали очень мягко прям, от безысходности часто плачут. Такое чувство, что он течет самолюбие за мой счет теперь. Чувствую себя дурой, но чувствую настолько крепко к нему, что даже есть страх начать унижаться. Я понимаю все мозгом, но эмоции и чувства неадекватны. Изначально он чувствовал сильнее, а я нет. Сейчас какой-то ужас, он в мыслях постоянно, с ним лучший секс и это взаимно. С мужем секса почти нет. Я не знаю, что делать и стоит ли продолжать с ним отношения или оборвать резко. Но я пыталась много раз, возвращает меня назад именно он, а потом все по-новой, слезы и страдания. Разойтись тяжело, говорить, что я близко и мой стыдно поддерживают со мной контакт, хотя бы дружеский. Но я поглядло в чувствах и я даже хотел развестись и жить с ним. Он изначально этого хотел, но потом будто резко все поменялось. Я не понимаю почему. С мужем тоже теперь отношения сложные. Мне очень жаль, что я, кажется, совершила ошибку, изменив и поверив другому. Тяжело невероятно. Хочу жить спокойно и счастливо. Разводы немного боюсь, с другим продолжать отношения боюсь, так как не понимаю, чего дальше с ним может быть. У разбитого корыта остаться боюсь. Не знаю, как поступить. Подскажите, пожалуйста. Ситуация здесь заключается в том, что глобально вы совершенно не просто так потеряли чувство любви к мужу. И не просто так вы, ну, встретив свою первую любовь, как бы вступили с ним в отношения. Дело в том, что, на мой взгляд, то, как именно вы выбрали себе мужа, то есть как именно вы вышли замуж и так далее, здесь очень важно. Как важно и то, как вы со своим мужчиной, который является вашей первой любовью, расстались и начали встречаться. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что у меня есть такое подозрение. И оно довольно, это подозрение сильное, что вы, ну, вот, знаете как, тяготели, можно так сказать, тяготели и тяготеете к человеку. Тяготеете, на мой взгляд, вы к человеку из своей нуждаемости в нем. И тяготеете вы к человеку, как мне, повторюсь, в данном случае кажется, вы тяготеете к человеку из чувства, что самой на себя вам опереться как-то вот очень-очень и очень трудно. Трудно и как будто бы тяжело. Конечно, всех тонкостей в данной ситуации я не знаю и знать, конечно же, не могу, не могу, это логично. Но есть ощущение, что больше всего вы боитесь именно одиночества, именно остаться одна. А о чем это может нам говорить? Нам это может говорить о том, что вы не полагаетесь на себя. Нам это может говорить о том, что вы себя обесцениваете. Нам это может говорить о том, что к себе вы относитесь не лучшим образом. Не представляете вы, по-видимому, своей жизни как-то вот без либо мужчины рядом, либо без кого-либо рядом. То есть себе очень, здесь у вас сильный страх одиночества. Обесценивание, происходит обесценивание себя. Такое вот достаточно, как мне кажется, сильное. И, соответственно, первое, на что бы я обратил внимание, это вот на этот момент. Вот. Так, второе. Второе, что можно и даже, я бы сказал, нужно сделать. Это, поисследовать свою тягу к человеку. Что она, эта тяга из себя представляет. Для вас. То есть ваше чувство к человеку очень сильно похоже на зависимость. Не знаю, будете ли вы вот как-то спорить с этим или нет, но очень похоже на зависимость. Возникает тогда, когда у меня есть некая, так скажем, потребность, которую я пытаюсь удовлетворить. Сначала я пытался это сделать с мужем. У меня не получилось. По ряду причин, да, сейчас, сейчас, правда, не так важно, не так важно, ну, в силу чего, да, и почему вы не смогли построить отношения с мужем. Важно другое, что вы пытались, и у вас не вышло. Вот. То же самое, то же самое произошло и с вашим другим мужчиной. Вот. Со мной. Теперь, теперь уже первой любовью. Вот. Не произошло, как мне видится, как мне кажется то же самое. То есть вот так же у вас что-то не получилось реализовать. Поэтому мой вопрос к вам, он, пожалуй, выглядел бы таким образом. А чего, чего вообще, вот вообще, да, чего вообще вы хотели бы от, ну, от отношений, например, от человека, например. Как вы видите мужчину, например. То есть вот на это я бы хотел обратить ваше внимание. На мой взгляд, это очень важно. Вы не случайно не можете сделать выбор, вы не случайно не можете принять решение, потому что сложно принять решение, когда я, ну, по сути, боюсь. А вы именно, вот, что боитесь здесь. То есть у вас страх и очень, вот, ну, довольно много, довольно много страха. Вот. И страх, конечно, это то, что вас, ну, вот, в какой-то степени останавливает. Это нормально, это естественно, в этом нет ничего такого необычного. Просто вот хотелось, хотелось бы обратить на это ваше внимание. Тоже. Обратить ваше внимание хотелось бы и на нахождение вас в том, что он называет треугольник Карпмана, где есть муж, который, судя по всему, сейчас имеет такое достаточно негативное, в основном, ну, воздействие, или, либо взаимодействие на вас, ну, воздействие, скорее, на вас. Вот. И есть другой человек, к которому вы тяготеете, который, ну, в этом случае выступает своего рода спасителем. Да. Чем тоже, как бы, вас немножечко диссоциирует. В этой ситуации проблема в том, что вы не добираетесь себе, вы не полагаетесь на себя в этом смысле. В этом смысле просто как-то вот, ну, по большому счёту, да, зависит от человека. Вот. И, на мой взгляд, это серьёзная трудность, на мой взгляд, это серьёзная проблема, как мне кажется. И вам нужно на это, в первую очередь, обращать своё внимание. Естественно, естественно, вы можете и не обращать на это своё внимание. То есть, вот вы спрашиваете, вот вы спрашиваете, например, вы говорите, ну, какой может быть выход, да? То есть, вот, какое может быть решение, как бы, ну, вот, ну, из этой ситуации. Вот. Решение такое, менять, эээ, менять, в общем, в общем и целом, эээ, свою модель, эээ, поведения. Свою модель отношения к, эээ, и, эээ, в первую очередь, конечно, к самой, эээ, к самой себе. Эээ, никак не, эээ, к человеку. Эээ, вы же, если, эээ, ну, скажем так, если вы заметите, вы увидите, что, эээ, по большому счёту, эээ, всё, о чём, например, вы говорите, касается только исключительно, ээээ, ну, мыши. Либо вашего мужа, либо вас. И, на мой взгляд, это, эээ, в общем-то, то, что, эээ, достаточно сильно усложняет вам, вам, эээ, вашу жизнь. Вот. Ну, просто, эээ, вот, просто, просто потому, просто потому, что, эээ, как будто бы вы тотально, эээ, зависите от, эээ, ну, от друг, от другого. Вот. И это происходит не случайно, не случайно. Ээээ, хочется вас спросить о том, вот, ваша жизнь, ваша жизнь, ну, просто, вот, ваша жизнь. Ээээ, интересно ли она вам, ваша жизнь? Ээээ, как вы её, эээ, живёте, эээ, если ваша жизнь, эээ, что-то увлекательное для вас? Эээ, видите ли вы, ээээ, в этом смысле, ээээ, себя? То есть, ну, видите ли вы в этом смысле себя, замечаете ли вы в этом смысле себя и так далее. Если да, то как это проявляется? Если нет, то необходимо увидеть, скажем так, основание для этого. Вот. Что вам мешает, что вам не даёт к себе относиться, ну, вот, так скажем, несколько, ну, иначе, что ли, да, то есть несколько, вот, ну, по-другому, скажем так. Вот. Сейчас вы этого не делаете, не делайте, я повторюсь, и это ваша основная, как мне кажется, беда. На данный момент. То есть, это история про такую вот, в какой-то степени классическую, я бы сказал, позицию жертвы, вот, где вы занимаете именно такое вот жертвенно-зависимое положение. И связано это с тем, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете. И, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, задача психолога заключается отнюдь не в том, чтобы подсказывать вам, как выйти из этой ситуации. Ну, скажем так, ну, скажем так, разрешить противоречия, которые у вас имеют место быть. Противоречия в себе. Решить проблему, там, допустим, ну, проблему страхов, вот, проблему реализации, проблему самооценки, например, и так далее. Это все очень важно. Так же, есть момент того, что представляют из себя ваши ожидания. Ваши ожидания от других людей. Это важно. Почему? Потому что Только так Вы можете Стать, в общем-то, Ну, независимой. И, как бы, жить Не для кого-то Как вот Ну, как вы сейчас Живете А для себя Вот И это вот На мой взгляд То Та цель, которая Может стать вашей На мой взгляд Это та история, которая может стать запросом Для Психотерапии Вот А дальше уже Вы Как-то вот Могли бы для себя решить На мой взгляд И Чего вы хотите И В какую сторону Вы хотели бы двигаться И Так далее То есть Вот Все вот это Все вот это Вы могли бы решить Но Только посредством Именно Индивидуальной работы Это возможно Как мне Кажется И Видеть Сейчас Из этого Из этой ситуации Ну Именно Из этой ситуации В которой Вы оказались Действительно Для вас Может быть Выхода И нет Хотя Отношения С мужем Гармонизировать Можно Всегда При желании На этом Все Буду благодарен За обратную связь По моему ответу Это позволит вам Начать над собой Работу Желаю вам Всего самого Доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому